всем привет из солнечной греции с вами юля и вы на канале о вышивке крестом давненько меня не было и за время моего отсутствия честно сказать и немного успела потому что мы делали ремонт на кухне все же конечно закончилась но сил моих было потрачено очень много в сети после ремонтные бесконечные уборки меня просто обесточили и в те дни когда у меня был часик или два я не вышивала я вот просто лежала и смотрела любимые сериалы интересные фильмы и даже не смотрела youtube чтобы не расстраиваться что я вот в эти дни не вышиваю смотрела я очень интересный сериал китайский и для любителей дарам я хочу порекомендовать это не корейский китайский сериал он очень очень интересный увлекательный называется жу г дочь пламени постараюсь оставить ссылочку внизу в инфобоксе я его смотрела в захлеб и не могла оторваться от красивых актеров и все постановки сюжета сюжет сказочный строгательная история любви интриги сложные судьбы персонажей делали этот сериал очень очень насыщенным вот но это такое скажем так вступление и давайте же вернемся к вышивке которая сейчас перед вами вы видите уже полностью готовый результат все все здесь этапы выполнены работу эту я не стирала потому что здесь натуральный лен и я понимаю что работа быть очень очень сильно села я не хочу терять размер она и так маленькая поэтому я решила не рисковать в принципе вышивалась она быстро и запылиться она вот прямо не могла поэтому я ее просто прогладила и все вот полном полном варианте вы ее видите самом начале когда я приступила к вышивке этого сюжета я планировала снимать такие небольшие фрагменты чтобы потом все это собрать в одно видео и показать как работа росла и на каком-то этапе когда начался ремонт у меня все это приостановилось ну и в общем то потеряла свою актуальность потом потому что я когда вернулась к вышивке вышивала очень медленно по одной по 2 по 2 ниточки наверное так сказывалась моя усталость в общем в любом случае процессом завершён но вот все эти фрагменты они утеряны поэтому давайте начнем все сначала и так этот дизайн впервые я увидела на канале елены ветровой дизайн был взят из американского журнала 90-х годов представляете очень очень старенький схемка тоже такая скажем ну не очень очень хорошего качества она в принципе понятно четко но вот она меленькая сама по себе я вначале скачала эту схемку у елены ветровой потом мне прислала немножко в лучшем качестве другая девочка и я даже разместила эту схему у себя на страничке вконтакте если кому интересно вы можете пожалуйста заходите смотрите если вам понравилось вы можете тоже вышить вот и приступила я к вышивке практически сразу схему скачала все материалы я стала подбирать из своих запасов ткань ниточки к счастью ткань у меня все-таки нашлась потому что выбор был очень сложный я не могла определиться с выбором основы нашелся у меня вот такой кусочек с обработанными уже краями мне кажется вот идеально подошел сам цвет фактура вот к этому такому деревенскому именно семплеру идеально все подошло ниточки дмс по ключу несколько моточков у меня здесь было пнк и вы знаете они здесь очень гармонично смотрятся нигде ничего не выбивается какие-то оттенки все прекрасно ниточек у меня ушло много и были даже 3-4 моточка которые я докупала хотя конечно и нитки были запасов поэтому там были не целые моточки тем не менее какие-то мне пришлось вот докупать самом начале как только я приступила я вышивала снизу вверх у меня процесс просто летел и все вышивалось захлеб быстрее быстрее увидеть скорее готовый результат ведь это мой первый сэмплер поэтому у меня были такие эмоции и чувства на подъеме поскорее завершить дошить увидеть очень мне нравятся вот эти маленькие такие голубые цветочки интересные полевые ну и конечно же сами подсолнухи вазон вышивается легко все элементы в принципе вышивается легко единственное что у меня получилось немножко я ошиблась вот этим узором этим бордюрчиком я вышивала в как мир на кросс здесь есть такой стежок очень плотный по ключу нужно было вышивать гладью я вот в этой спешке в своей что глаза у меня горели смотрели куда-то в будущее они смотрели и не досмотрели хорошо схему я вышивала этот бордюрчик стежком мир на кросса нужно было гладью ну в принципе и сюжет это не испортила все очень красиво смотрится нет никаких проблем если бы были бы проблемы я бы конечно распорола и сделала глади но мне все нравится и так и получилось вот конечно этот процесс у меня не совсем шел гладко из-за моей вот такой какой-то спешки даже вы знаете как говорится как на пожар да бегом бегом я склеивала ну как всегда ночью мы склеиваем все схемы начинаем новые процессы и размечаем кору и так далее ночью я склеивала схему просто вот разрезала да где вот были белые не посмотрела где стыки клеточки и склеила но тут даже и считать не надо видно что неправильно склеена схема мне было все равно и я не знаю как их приклеила мне хотелось вышивать вот центр подсолнуха и уже только выше в центр подсолнуха на каком-то этапе я поняла что у меня вот идет какая-то нестыковка здесь края что-то у меня здесь задвоено ну и я поняла что я неправильно склеила схему я тоже ничего не распарывала не переделывала немножко подогнала схему выровняла и вышила вот с этими добавочными редками и честном скажу правильно я сделал что я так сделала потому что оказалось что снова не совсем равномерно и рисунок получается немножко приплеснутый вот этот подсолнух он такой кругленький хороший а вот эти два они немножко видите сплюснутые потому что неравномерная основа в принципе рисунок на рисунке это не как не отобразилась негативно все здесь очень гармонично я в восторге от ярких желтых подсолнухов ярко-зеленые вот этой листвы в вазоне и нежных голубеньких цветочков есть немножко здесь и бэкстич и есть французские узелочки которые конечно же создают особую красоту этих подсолнухов подчеркивают их живость и единственное где у меня выползла эта ошибка как вы понимаете наверное это в рамке потому что рамка у меня за счет добавленных рядков увеличилась и получилось образовалась вверху меня здесь вот такая пустота чтобы пустоту чем-то как-то заполнить я решила вышить еще здесь вот этот бордюрчик зубчиками добавила и все получилось хорошо но вот этот бордюрчик и мне его не нравилось вышивать потому что он вышивается там таким стежком для меня он нудный и я в общем-то себя как бы так уговаривала его шить но он здесь делает определенную красоту понравился мне алфавит циферки разными ниточками вышивать очень стильно красиво в общем-то я очень очень довольна результатом тем что у меня получилось замечательный сэмплер и вот знаете благодаря этому сэмплеру я посмотрела на сэмплеры другими глазами и я думаю что в моем вышивальном рационе теперь будут появляться и такие сюжеты может быть не так часто потому что мне нравятся разные производители разные сюжеты техники я не могу сказать что я вот приверженец только чего-то одного и не потому что мне просто нравится пробовать да как некоторые говорят я хочу попробовать все нет мне нравится просто разные совершенно дизайны у разных производителей и они я же не могу разорваться поэтому я стараюсь как-то свое меню делать таким разнообразным в году чтобы у меня был дименшин сериолис и что-то подбором и анкоры и шерсти и мулине и бисер вот чтобы себя баловать разными разными дизайнами и материалами мои инициалы окончание год когда вышел этот дизайн вот к сожалению оформляться пока пока эта работа не будет нет у меня сейчас таких планов на оформление есть какие-то другие важные моменты вот но самое главное что я завершил этот дизайн семплер мне бы хотелось чтобы дизайн был еще побольше размером но вот получился вот такой потому что такая вот у меня нашлась основа что еще могу сказать хочу поблагодарить всех моих подписчиков моих друзей подруг которые мне писали все это время меня поддерживали и благодаря вам мои дорогие я нашла в себе силы чтобы сесть и снять небольшое видео рассказать что мне и как несмотря на то что как я сказала результатов у меня за это время за два месяца получается апрель и май очень очень мало но какие-то новости есть и я сейчас сниму еще несколько видео поэтому ждите мои видео оставайтесь на канале и хочу также добавить в это видео фотографии макросъемку этих подсолнухов кому интересно вы посмотрите ну на этом у меня все желаю вам хорошего настроения ну и конечно же до новых встреч пока пока субтитры сделал DimaTorzok я Продолжение следует...